Вот такой у нас аппетитик. Да, Гриша и Степан имеют хороший аппетит. Они любят кушать кабачок, гомарус и морковку. Кстати, заметила, вчера положила кабачок магазинный, в магазине купила. И они к нему не притронулись. Сегодня купила кабачок у бабушек на улице. Вот отрезала, они сразу на него напали. Гомарус, гомарус пошел в ход. Вот, и едят с таким удовольствием. Смотрите, уже почти. С левой стороны мы видим, как гомарус проходит по телу улитки. Да, конечно, зрелище еще то. Вот так вот мы уминаем. Кальцием обычно посыпаю я сверху. Но сейчас положила свеженькое и посыпала рядышком. И посадила их прямо на кальций. Так что они ели. Ели его и перебрались потом на кабачок. Морковку тоже погрыз вот этот крайний левый. Гриша. Это Гриша у нас. Степан справа. Гриша слева, Степан справа. У Степана такое белое пятно там вот на ракушке сверху. Ну, не пятно, а нет рисунка. Такое видно. У Гриши тоже. Но у Степана в другом месте, поэтому я их уже немножко различаю. Вот такие у нас Гриша и Степан. Переборчивые в еде. Едят только домашние. Да, магазинные мы не едим. Вот. Поэтому, конечно, нелегко придется. Нелегко нам с вами, ребятки, мальчики. Я знаю, что улиток нету пола. Не надо об этом писать. Улитки гермафродиты. И они могут размножаться самостоятельно. Но мне... Ну, естественно, каждое имя что-то принадлежит какому-то полу. Мужскому или женскому. Поэтому у меня будут считаться два пацана. Гриша и Степан. Вот так вот мы едим. И друг другу совсем не мешаем. А кто к нам прилетел? О, и фокус сразу сбился, потому что это телефон. О, Тоша. Лайма. Что за психи? На, тебе, Тоша. Ты понял? Ты понял? Так, ну а что наши Гриша и Степан? Они что, продолжают кушать. Наслаждаться жизнью. Настраивайся. Вот так вот. Вот такие у нас дела. У наших улиточек. Все окей. Вот. Делала я в контейнере. Вот тут вот дырочки три. И прочитала, что в большом, значит, контейнере в 45-литровом достаточно трех дырочек. Потому что им не так важен воздух, как именно влажный, чтобы придерживалось. Вот. Придерживаем влажность. Дырочки в контейнере, в крышке я тоже сделала. Вот. Но, ну, сделала до того, как узнала, что их не надо делать. Ну, видите, заклеила. Раз, два, три дырочки оставила для того, чтобы все-таки, ну, все-таки, блин, была хоть чуть-чуть вентиляция. Потому что говорили, что нужно делать с одной стороны снизу, ну, писали, я видела, а с другой стороны сверху. И вообще на вот этих сторонах, типа на, ну, с этой стороны, не знаю, имеет ли это большое такое значение. Ну, пока что у меня так брызгаю, иногда брызгаю стенки, стенки контейнера, чтобы там было влажно. Ну, почему-то они все время залазят у меня на крышку контейнера и днем, и ночью. Поэтому я думаю, что там у них сильно влажно. Я читала, что если они закапываются в мох, то это нормально. Если они вылазят и там висят сверху долго, значит, у них сильно мокро в контейнере. Поэтому сейчас я немножко проветрила. Вот, и собираю сейчас тоже чуть-чуть побрызгать все-таки им на ночь. И чтобы у них была влажность 70-80%, как и полагается нашим малявочкам. Малявочки растут, кстати. У них меняется рисунок ракушки. Довольно забавно за этим наблюдать. Так, что-то их рано накрыла, еще разговариваю. Почему бы нам их не снимать вот так вот. Вот, они очень милые, мне они нравятся. Конечно, с ними не так весело, как с хомяком и попугаями. Но я вам скажу, это релакс. Ее берешь на руку и релаксируешь. Потому что она такая медленная-медленная ползет по руке, усиками шевелит. И это так, ну, как-то успокаивает. А то, что вот успокаивает чайник. Он в него себя наблюдает, да, и успокаивается. Наблюдает и успокаивается. Глюпиком цок-цок-цок. И успокаивает нервишки, да. А то некоторые желтые птички, вот эти, они нервишки-то расстраивают птички синие, да, лайма. Расстраиваешь нервишки тоже чуть-чуть, да. Ну, вот сейчас раз, его и будет прогонять. Ну, или как вот это, нервные клетки, они же не восстанавливают, лайма, не восстанавливаются. Не надо тушу прогонять. Туша уже засыпает. Ты чего, засыпаешь и не идешь в клетку? Туш, ну, засыпаешь же, иди в клетку. Ну, что такое, почему мы не настраиваемся? Вот, лайма сейчас его отправит в клетку. Сейчас скажет, чирик на него, и отправит в клетку, да, лайма? Нет? Все, уже оба засыпают. Туш, пошли в клеточку, пошли. Иди. Не на клетку, а в клетку. Лайма. Лайма сама. Самостоятельно. Руками не трогать, понятно. Да. Так, ну, в общем, все. На этом видео заканчиваю. Видите, ой. Крышечка. Как это, активные наши улиточки. Как-то они так синхронно двигаются постоянно. Аж интересно. Они, что, братья-близнецы? Вы, братья-близнецы, вы друг друга чувствуете? Куда кому ползти? Одна все время забирается на панцирь, другой... Ой, на ракушку. У улиток ракушки. Панцирь у черепах. А улитки у нас это имеют ракушки. Блин, пол кабачка уже съели, ну? Буквально 10 минут назад... Нет, ну, наверное, 20 минут назад положила ровненькие два кружочка. Уже пол кружочка съели. Без химикатов кабачки, короче говоря, эти были. Понравились. И гомарус понравился. Ну, конечно. Через день я им даю гомарус. День гомарус. На следующий день гомарус убираю, если не доели. И кладу им сюда, насыпаю перемолотые крупы. Разные крупы. Там гречка, рис. Овсяные хлопья. Даже не хлопья, а крупу я купила. Цельное зерно овсянки. Вот. Все это перемолола в кофемолке до состояния пыли. Сейчас покажу, кстати. Вот. Вот это вот у меня кальций. А это вот эта вот штука. Поэтому через день насыпаю день. Это тоже считается белок только растительный. А гомарус считается белок животный. И одновременно нельзя и животный, и растительный белок класть им. Потому что будет воспаление хвоста, что ли. В общем, и вообще сильно много белка тоже нельзя им. Поэтому нужно с ним быть аккуратнее. Ну, кто-то у нас до полос до кальция. Так. Давай, давай. Еще чуть-чуть. Кто там разговаривает? Кто там болтун? Тоша? Ну, продолжай. Что ты говори? Нет, я так не понимаю. На русском, пожалуйста. Можно по-русски тоже? Нет, я так не понимаю. Ну, потому что даже. Потому что как-то, что он не хочет, что-то же так, что-то. Как-то, как-то, что-то я не могу прокурить, а-а-а. Ладно. Вот, качкаючку. Давай. Давай. Да, я так-то очень подавляю. Ты думаешь? Две трещины? Что-то? Субтитры сделал DimaTorzok